Я знаю много людей, которые хотят быть бизнесменами, но у них нет такой природы, быть бизнесменами. Да, так бывает довольно часто. Это как раз из разряда культивирования жадности или зависти. Если мы культивируем, то почему он может и я хочу быть так же. Потому что настоящий бизнесмен, природный бизнесмен, он заботится о подчиненных, как о собственных детях, говорится в ведах. И он тонкий ценитель искусства. Он меценат. Он знает и ценности тоже. Это тоже богатство, не только деньги. Он высоко нравственный, чувствительный к ценностям и красоте человека. Утонченная личность. Это качество бизнесменов. Если лидеры приймут духовную культуру и будут ее применять, все очень быстро на глазах будет меняться. До какого-то момента общество будет идти, а потом если будет чувствовать какую-то, ну во всяком случае русское общество, будет чувствовать какую-то некую несправедливость, все тормознется. Несправедливость, это нужно знать обстоятельства так же. Дело не в том, что есть несправедливость. Это не так важно, потому что если мы рассмотрим закон причинно-следственной связи, несправедливости как таковой нет. А вот важно уметь контролировать чувства, научиться терпеть шероховатости судьбы, когда кажется что-то несправедливым. Нужно следить за своим поведением, не за событиями, а за своим поведением. То есть к людям нужно быть очень добрым и мягким к себе, очень требовательным и жестким к своему поведению. Вот это пример. Это значит великое личное. Остальные будут делать то же самое. Будут добры друг к другу и очень строги к себе. Не наоборот, себе я позволяю что хочу, это мое дело, но с вас я три шкуры сберу. То есть именно стать, стать самому очень строгим к самому себе, уметь контролировать, обуздывать свои чувства, гнев. И тогда вот эта несправедливость, понятие, оно не будет таким острым, революционным. Просто мы видим, что дорога такая в жизни, гладко все не бывает. Но там можно волей-неволей ошибиться. Там волей-неволей можно, конечно же, что-то солгать, даже неосознанно. Да, все-то бывает, 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 бывает. Но чуть-чуть больше доброты, чуть-чуть больше строгости к себе. И уже можно ехать, уже можно прекратить войну, уже можно передвигаться как-то. Быть чуть-чуть более снисходительным в этом плане. И просто нужно знать, какие вещи мы можем прощать, какие нет. Для блага своей жизни, своего умонастроения, своей свободы. Быть независимым от этого, уметь прощать, отпускать это все. Это для своего же блага. Не в угоду справедливости, а именно для своего собственного духовного блага, для своей свободы это заставлять. Что я должен научиться прощать, что бы там ни было. А вот закон, который существует, вот он не прощает, он присуждает наказание. С точки зрения закона, вот это мы говорим уже другой уровень, справедливость. То есть духовный уровень прощения, уровень человеческой жизни, есть законы. И во власть закона мы отдаем того, кто не исправляется. Кто не исправится. Если исправляется, мы его прощаем просто, он исправляется. Не надо ему наказываться. Если он не исправляется, закон работает с ним. Что бы вы могли пожелать предпринимателям, таким с большой буквой «П» в наше время? Кто умудряется двигать предприятия, проекты сейчас? Я бы пожелал благотворительности. То, что люди ожидают от больших-больших предпринимателей, от очень богатых людей. Люди ожидают благотворительности. Благотворительности не в смысле подать денег для какого-то концерта, а благотворительности. То есть творение блага. Высшая благотворительность – это когда мы организовываем передачу знаний людям, образование даем духовное. То, что сейчас не достаёт общество. Науку отношений и так далее. Если эти лидеры сами начнут изучать эту науку и организуют это для общества – это большое дело.